Всем привет! Вы смотрите канал «Мошенники звонят по телефону». Наливайте чайку, кофейку. Ближайшие несколько минут пройдут просто великолепно. Но перед началом разговора пиши комментарий, ставь лайк, подписывайся на канал и бей в колокол. Всё это нужно для того, дорогой мой друг, чтобы как можно больше людей увидели этот ролик и не попадались на мошенников. Алло! Екатерина, здравствуйте! Здрасте. Вас беспокоит технический отдел Сбербанка России, младший специалист Дмитрий. Обращаюсь к вам касательно такого вопроса. Две минуты назад была подана заявка на смену номера. Вы данную заявку подтверждаете? Нет, я ничего не менял. Не отточались в отделение банка для данной действия, правильно понимаю? Нет. А вы со Сбербанка? Указываю ваш ответ. ВТБ банка, всё верно, Екатерина. А, ВТБ банка. Нет, нет. Не меняли. Также пусть имя нашего банка отображается. Вы почему-то пропадаете. Алло. Алло. Извините, вы пропадаете, я не слышу, что случилось. Вы пропадаете, я... Что случилось? Сейчас я вам перезвоню. Не волнуйтесь, Екатерина, сейчас... Алло. Екатерина, здравствуйте. Также у вас младший специалист. ВТБ банка беспокоит? Угу. Да-да. Я вас информировал о том, что изначально совершилась попытка изменения финансового номера телефона. И после этих действий была попытка перевода с вашего лицевого счёта в размере 8 тысяч рублей. И так как реквизиты были указаны стороннего банка, это вызвало подозрение. Потому как по лицевому счёту вы не смогли бы совершать действия. Вы должны были обращаться в отделение банка с паспортными данными, писать заявление о данных операциях. Поэтому есть основания предполагать, что утечка ваших персональных данных происходит именно из отделения банка. Екатерина, скажите, вам известно, что такое лицевой счёт? Конечно. Давайте вас проинформируем более детально о том, что лицевой счёт – единый счёт, который отображается в структуре банка. Он закреплён за вашими паспортными данными, когда вы впервые остановились клиентом любой из банковских структур. Состоит он из финансовых ячеек, то есть всей банковской продукции, которую вы используете на сегодняшний день. Это также могут быть и карты Сбербанка, ВТБ банка, Альфа банка. То есть все ваши финансовые продукты. Скажите, зачем мне эта информация? У меня там что-то случилось, и вы мне что-то вот это рассказываете. Мы приостановили данные действия, вот да, потому как доступа вы не имеете к банковским системам. Здесь все основания предполагают, что похитили ваши данные именно сотрудники банка. Поэтому с вами и связано. Екатерина, уточните, карты нашего банка, либо карты иных банковских структур, вы не теряли за последнее время? Ну вот смотрите, вы говорите, что с ВТБ, да? Все верно. Ну вот, что с самого банка, значит, ВТБ кто-то пытается что-то у меня снять, да? Все равно я не могу быть уверенным, на сегодняшний день будет происходить разбирательство, собственно говоря, будут подключены органы безопасности, то есть полиция. И будут, собственно говоря, вы будете отменять данные кредитования, которые вы также сегодняшним днем, я понимаю, не подавали заявок на кредитование. Еще и кредитование? От вашего имени, да, на сегодняшний день была подана заявка на кредитование. И данная заявка находится на стадии получения денежных средств. Потому как реквизиты были указаны клиенту Альфа-банка, это вызвало подозрение. За вами закреплен специалист службы безопасности для дистанционного решения проблемы. Ну, изначально мне вместе с вами необходимо будет составить заявку в финансовый отдел, и после этого уже вас идентифицирую в клиентской базе и соединю со специалистом. В случае необходимо, если с вами также будут связываться сотрудники безопасности, собственно говоря, и вы будете отменять стадии. Давайте еще по мере поступления. Так много информации, я ничего не запоминаю. Хорошо. И вот я сейчас с ваших слов, так как вся информация была изъята из публичного доступа банковских систем, я сейчас буду составлять заявку. С ваших слов, где велись действия вами, где уже совершались мошенники. Мы будем понимать. Вы не беспокойтесь, пока вы в линии с банком, все ваши финансы, собственно говоря, в сбережении и застрахованы. Потому как, Екатерина, утечка произошла персональных данных не по вашей, а по вине банка, вам также будет подключено страхование по всем вашим финансовым ячейкам на целый год бесплатно. Екатерина, уточните, когда в последний раз вы пользовались личным кабинетом ВТБ банк онлайн? Я просто не совсем понимаю, ведь у меня нет ВТБ банка. Я им вообще не пользуюсь. Чего вы говорите? ВТБ банка? Да, я им совсем не пользуюсь. Никогда не пользовалась. Екатерина, а при чем здесь ВТБ банк? Я говорю Сбербанк. Вы сказали ВТБ? Ну, ВТБ банку это была попытка перевода, собственно говоря, то есть оформления кредита, я говорю. Ну, вы сейчас меня про ВТБ спросили. Может быть, вы просто сами запутали? ВТБ, конечно, но так как кредитование было через личный кабинет, собственно говоря, оформлено и одобрено. А сейчас вы меня про какой банк спрашиваете? Ну, по Сбербанку, по основному банку. А, какие я действия совершала? Все верно. Когда в последний раз вы заходили в личный кабинет Сбербанк онлайн? Вчера. Скажите, при пользовании вы не замечали, чтобы у вас отображалась некорректная информация? Проблемы со входом у вас были? Ну, если честно, нет. Как обычно, вроде как, мне ничего не мешало. Беспрерывно работала, правильно, приложение? Да, да. Ой, извините, я как? У меня коронавирус. Ничего страшного. Коронавирус сейчас у всех. Это вам навязали, что у вас коронавирус. Обычно у РВИ они сейчас уже прикрывают, как коронавирус. Лишь бы людей травить. На это я уже не верю. Потому что сколько уже этих коронавирусов, Екатерина? Ну, как уже можно и уверить? Какой? Седьмой у нас уже? Седьмой у нас коронавирус? Или какой там? Это волны, волны. Это выдумки какие-то, собственно говоря. Геноцид, мне кажется. Нет, а слушайте, а вы прививки не верите, да, наверное, совсем? Что же, что? В прививки не верите, наверное, да? Никто в них не верит. Это вызывает бесплодие. Это не знаю. Но это дело личного, личного характера. Поэтому у каждого есть своя голова на плечах. Мы не об этом. У нас сейчас совсем другой вопрос. Екатерина. Я просто расслабилась. Все под контролем, поэтому я немножко расслабилась. Извините. Все, значит, хорошо. Ну, конечно. Поэтому необходимо также будет отменить заявку на кредитование, чтобы впредь и также обновить ваши данные, чтобы впредь данные заявки не поступали и также без вашего ведома не были, собственно говоря, одобрены. Так, мы сейчас пройдемся быстренько по вопросам основным, которые прописаны регламентом банка в договоре банковского обслуживания. Я так понимаю, паспортные данные вы не передавали в пользу никаким банковским структурам, либо же инвестиционным компаниям, брокерским? Нет, я для инвестиционных компаний слишком глупа. Ну, вот паспортные... Ну, а как вот паспортные данные? И в МФЦ элементарно ходишь. МФЦ, вы в микрокредитование, что ли, обращались? Или куда? Вы не знаете, что такое МФЦ? А вы откуда звоните? А, вы про МФЦ, а здесь микрокредитование, МФО, я, собственно говоря, имел в виду. МФЦ, конечно же... Да, да, ну, туда же тоже предоставляется. Ну, это просто я прекрасно понимаю, что на сегодняшний день без паспортных данных, это, ну, собственно говоря, никуда вы не пойдете, потому что везде необходимо предоставлять, собственно говоря, свои персональные данные. Да, говорите в государственном учреждении, правильно, передавали, собственно говоря, да, свои данные. Конечно. Личным кабинетом пользовались вчера. Скажите, вы вспомните отделение и улицу, город и улицу, отделение банка, в котором вы обслуживались в последний момент, дабы данное отделение проходило проверку в первую очередь. На данный момент вы в Троицке находитесь? Да, конечно, да. Последний раз заходили в отделение банка в Троицке, либо же куда-то уезжали и посещали отделение банка там? Не-не-не, я в Троицке, конечно. По Советской улице, Советская 2А. Ну, вы-то там, наверное, знаете, у вас-то все есть списки. Конечно же. Ага. Троицк, Советская улица, также указываю данную информацию. Так, буквально одну секунду. 64, это Советская улица, 64А, все верно? Нет. У вас ни одно отделение по Советской? Советская 2А. Угу, все, понял, увидел данную информацию, 2А. Так, скажите, вы не замечали, чтобы как-то с вами грубо общались в грубой форме сотрудники банка? Возможно, куда-то уходили с вашими персональными данными? Вы знаете, город настолько маленький, у нас такие хорошие девочки работают. Вообще нет, вот я даже некоторых знаю лично. Я как бы не могу даже подумать. Ну, как вот такое? Мы сейчас, на сегодняшний день, также мы не можем именно думать на этих девушек. Ну, просто дело в том, что вы должны понимать, что доступ именно к лицевому счету имеют исключительно сотрудники банка. Поэтому на данный момент мы также не можем именно их обвинять, но необходимо соблюдать строгую конфиденциальность до завершения разбирательств. Потому как это 183-я статья Уголовного кодекса Российской Федерации о неразглашении коммерческой банковской тайны. Хорошо, Екатерина, мы сейчас будем приступать к финансовой заявке для финансового отдела. Необходимо будет указать перечень ваших финансовых ячеек с примерным остаточным балансом по каждой из них. Потому как я вас ранее информировал, вся информация была изъята из публичного доступа. И сейчас мы фиксируем исключительно с ваших слов всю информацию. Екатерина, скажите, вкладчиком нашего банка вы являетесь на сегодняшний день? Это что? Вклад – это когда вы приносите энную сумму в отделение банка под определенный процент с дальнейшей выгодой для вас. А какого банка? ВТБ? Сбербанка. Так вы-то сами с ВТБ сказали. Я представитель ВТБ банка, все верно. Но так как заявку передали в наш банк для проверки, я заполняю заявку для специалистов Сбербанка. За вами закреплен уже я специалист в Урбе безопасности Центрального банка Российской Федерации. Нету вкладов. Извините, я поняла, да. Нет, нету вкладов. Вкладов не имеете, указываю. Дополнительные лицевые счета, валютные счета. Вы открывали за что, говорят? Нет. Сберкнигой пользуетесь? Да вы что? Даже бабушки нету ее. Скажите, дебетовым продуктом пользуетесь нашего банка? Какие были ваши последние операции по пластиковому продукту? Покупка, снятие, перевод, пополнение? Надо вспомнить. Ну, я делала там между своими счетами и перекидывала. Перевод между своими счетами, указываю данную информацию. Так, хорошо. Как вы фиксировали остаточный баланс до факта мошеннических действий? А когда они именно были, мошеннические действия? До моего звонка, буквально это было за две минуты до моего звонка. Сейчас мы с вами на линии, уже с вами 12 минут на линии, ну, грубо говоря, 15 минут назад. Давайте я сейчас в смски зайду, гляну, что мне там, какой баланс показать. Мне, Екатерина, мне не нужен точный ваш баланс, примерно какой, фиксировали остаточный баланс. До тысячи рублей, от тысячи до двух, потому как по случаю факту мошеннических действий будут вестись технические работы, информация может отображаться некорректно. Ну, у вас в диапазонах можно, да? Ну, у меня не тысячи, у меня больше. Это я, я же вам не говорю, я вас просто говорю. Можно в интервал от тысячи до двух, от двух до пяти, от пяти до десяти, я к примеру вам говорю. От ста до ста пятидесяти. Тысячь, все верно? Да, 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 ну да, не рублей, да, тысячи. И рублей. Все верно, так, хорошо, дополнительные дебетовые карты имеются нашего банка? Нет, у меня вот только карта и еще, как она, ну, электронный, как бы, виза, виза вот электронная. То есть, электронная карта, виза. Так, скажите, кредитную карту получали в отделение банка? Нет, у меня нету такого, я не нуждаюсь. Я понимаю, возможно, вам просто ее выдавали с вашим дебетовым продуктом. Нет, не предлагали, нет, нету. Не предлагали, потому как, знаю, зачастую навязывают клиентам нашего банка. Хорошо, также по регламенту Центрального банка Российской Федерации необходимо будет оповестить наши банки-партнеры о факте мошеннических действий по вашему единому лицевому счету. Так как он для всех банковских структур, мы обязаны проинформировать. Скажите, Екатерина, на сегодняшний день, помимо того, что вы являетесь клиентом Сбербанка, какой банковской структурой клиентом вы являетесь также, помимо, как помимо Сбербанка? Россельхоз. Россельхоз. Скажите, это дебетового образца карта? Вы знаете, я не знаю, какого она образца. Что дебетового образца? Это дебетовая карта, это карта, на которой храните ваши личные средства, а не кредитная карта? То есть это кредитные деньги, это деньги банка? Нет, 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 это мальчик. Это ваша карта. Скажите, какую заявку банк-партнер будем отправлять, обычную, либо же экстренную? Экстренная подается, если на общем балансе в данном банке сумма превышает 100 тысяч рублей, а обычная, если же сумма не достигает 100 тысяч рублей. Какую заявку подаем в Россельхоз на сегодняшний день? Я думаю, что обычную, потому что, нет, там нормально денег, но дело в том, что вы говорите, что все равно все под контролем, я не переживаю. Да, обычная подается, ну, это определяет, собственно говоря, система банка, это я. Обычная подается, если в случае на общем балансе... Вы тоже не спрашиваете, делаете, да, и все как надо. Ну вот, и я с ваших слов, необходимо мне указать. Обычная, либо же экстренная. Экстренная, конечно. Экстренная заявка. Хорошо, такая заявка обрабатывается до 15 минут. Да, елки-партия. Вы знаете, как это все... Я так расстроена. Сейчас, вы знаете, что сейчас будет Россия, сейчас Ветция играть? Екатерина, все будет нормально. Я вам говорю, мы зафиксировали данные действия, пока за вами уже закреплен специалист службы безопасности, поэтому все действия необходимо отменить, чтобы впредь не повторялось данных действий. И как я вам ранее говорил, от вашего имени была подана заявка на кредитование. Я понимаю, вы не обращались в отделение банка? Нет, оно мне не надо. Также, чтобы ваши данные не были повторны и использованы, я также задам вам дополнительные вопросы. Дабы заявок в случае подачи заявок с некорректными данными, система их будет удалять автоматически. Хорошо. На сегодняшний день у вас активных кредитов не имеется. Скажите, подавали ли вы заявки за последние два месяца? Нет. Не подавали. Поступали ли вам предложения по кредитованию от каких-либо банковских структур? Знаете, мне МФОшки звонят, заколебали. Вы данные свои там не оставляли? Нет, нет, нет. Указываю данную информацию. Так, хорошо. Скажите, ранее у вас были просрочки, взыскания, аресты? Были. Какой срок, скажите? Как долго были просрочки у вас и как давно? Период надо указать или как сделать лучше? Да, период. Вот на какой период у вас были просрочки? На один, три дня, до месяца у вас были просрочки. И как давно у вас были данные просрочки? Потому как, если у вас были просрочки, вам также могли не подтвердить данные, собственно говоря, кредитования. Будет проверяться кредитный отдел. Это уже идет подделка документации. И в дальнейшем вы уже сами захотите писать либо заявление на данных сотрудников, либо же нет. Когда завершится разбирательство. Просрочки, уточняем. В каком диапазоне были? А просрочки это что такое, по кредиту что ли? Ну, все верно, да. Возможно, вы где-то не оплачивали по счетам, где-то брали рассрочку, кредитование. И не вовремя оплатили свой ежемесячный платеж, и вот у вас уже там просрочки на один, на два дня, на три дня. Как давно было? Это было давно, я сейчас точно скажу. Это был 16-й год. Начало. 16-й год? Да. И скажите, как надолго были просрочки? Полтора месяца, но я потом выросла. Полтора месяца. Ага. Историю немного себе подпортили. Чуть-чуть. Да, потом мне еще давали, ничего страшного. А уже давно все закрыто, все нормально. Указываю данную информацию. Также у меня указана информация, что вы трудоустроены официально, и ваш доход составляет на сегодняшний день сумма 55 тысяч рублей. Данная информация, корректно скажите? Нет. Это кто так вам накликает? Ну, вот, по умышленнике, вот мы сейчас меняем заявку, которая была подана от вашего имени, и сейчас я информацию обновляю, потому как она была изменена. Нет, я работаю, я дома. Не работаете, указываю данную информацию. Какой официальный доход на сегодняшний день у вас сумма составляет? Ноль. Ноль рублей, указываю. Хорошо, Екатерина, смотрите, на данном этапе с вами мы завершили заполнение заявок финансовый отдел. Я вас сейчас буду соединять со специалистом службы безопасности, только изначально я вам у вас уточню. Скажите, все ли вам было понятно, где и каким образом могла произойти утечка ваших персональных данных, и в чем суть проблемы? Суть проблемы я уловила, да. Повторите мне кратко, пожалуйста, в чем проблема у вас? Это я вам хочу сказать, напомню вам, это проблема у вас в лицевом счете, и то, что от вашего имени также была подана заявка на кредит. И еще там что-то хотели перевести на 8%. Да, 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 и попытка перевода была по лицевому счету. Необходимо сейчас вам будет со специалистом службы безопасности отменить данные заявки на кредитование. Я вас сейчас буду соединять со специалистом, только изначально мне необходимо будет вас идентифицировать в нашей единой базе клиентов. С ваших слов под запись данного разговора, фамилия, имя, отчество, и я вас соединяю со специалистом. Будьте внимательны, отчетливо под запись данного разговора. Я вас внимательно слушаю. Так, слушайте, вы же мне уже столько всего рассказали и не знали, с кем разговариваете. Я вам активно отвечала. Екатерина, я же всю информацию вижу и знаю. Для того, чтобы специалист Центрального банка понимал, с кем ведется работа, и он будет вам сейчас предоставлять информацию, также порядок действий. Поэтому необходимо понимать, что именно вы, та самая Екатерина, которая родилась с 27 сентября. Что надо-то, отчество и фамилию, да? Фамилия, имя, отчество, это же никакая не конфиденциальная информация. С ваших слов под запись данного разговора я фиксирую информацию. Программа вас идентифицирует в нашей базе клиентов и соединяется со специалистом. Я вас слушаю внимательно. Фурсова Екатерина Васильевна. Екатерина Васильевна, отображается информация, что родились в 27 сентября 1986 года. Информация корректна? Да. Программа вас успешно распознала. Я вас сейчас соединяю со специалистом службы безопасности. Соединение занимает от 15 до 30 секунд. Поэтому вы будьте внимательны, линию не прерывайте, потому как банк сможет снять с себя всю ответственность. Будьте внимательны, перевожу вас. Спасибо за понимание. Екатерина Васильевна, здравствуйте. Да, здравствуйте. Здравствуйте, вас приветствую. Я Стасик Виталий, служба безопасности Центрального банка Российской Федерации. Меня зовут Романенко Александра Николаевна. А в данный момент у меня рассмотрение подписывалось заявление по факту неправомерной действии по отношению к вам. Уточните, все ли информация специалистам ранее вам была предоставлена корректно, в доступной ли форме вас проинформировали? Извините, я не расслышала вас. Вы откуда кто? А вас в данный момент соединили со старшим специалистом службы безопасности Центрального банка Российской Федерации. Ага, да, да. Романенко Александра Николаевна. А в данный момент у вас рассмотрение подписывалось заявление по факту неправомерной действии по отношению к вам. Уточните, все ли информация специалистам ранее вам была предоставлена корректно, в доступной ли форме вас проинформировали? Ну да, да, вполне, да. Хорошо, в таком случае, в первую очередь, я ведусь ознакомиться с данным заявлением детальнее. Попрошу вас в нескольких словах описать, с какой проблемой вы столкнулись. Ну как же, вы же не знаете, что ли? Нет, подождите, Екатерина Васильевна. Ко мне поступило заявление. Мне необходимо с ваших слов. А подзавис диалогу услышать, с какой проблемой вы столкнулись. О чем вас когда-нибудь информировали ранее? Мне сказали, что сотруднику ВТБ пришла заявка, что на мое имя, ну вот на меня, у меня, пытались сделать перевод на 8 тысяч с моего счета. Еще оформить кредит и еще что-то. Еще что-то, извините, я не помню. В общем, там целая атака идет. Короче, мне надо что-то делать. Я вас услышала. Хорошо, в таком случае, в данный момент хочу проинформировать вас, кстати, на того, что с этого момента, как только ко мне поступило данное заявление, я являюсь единственным финансово ответственным лицом за выполнение данной операции. И в тот момент они поступили уголовную, а финансово также юридическую ответственность за выполнение данной операции. Уточните, пожалуйста, ранее с фактом машинских действий когда-либо сталкивались? Вы знаете, мне один раз звонили. Это, по-моему, был декабрь. Да. Вот разговор складывался почти один в один со с вами. Ну, вы-то, понятное дело, что вы специалисты. А там было, видимо, ну, именно те самые мошенники, потому что она начала орать, как истеричка на меня. Я просто обалдела, и она бросила трубку. Вот я еще думаю, что откуда-то оттуда идет это все. Откуда оттуда? Вот так, барышня, которая мне звонила, она говорила, что она со Сбербанка. А что, вы не знаете, какой у вас счет и сколько? А, она меня спросила, какие ваши были последние действия по счету? Я говорю, так я не знаю, ну, как бы я не помню, я давно из дома не выходила. Болела я. Она, ну, зайдите, посмотрите. Я зашла, посмотрела. Ну, Сбербанк, да? Я говорю, ну, вот был перевод там на электронный магазин, как бы. Она говорит, вот, а вы что, не знаете? Она, короче, начала ведти себя не как сотрудник, ну, не как вот вы и вот до этого мальчик. А она вообще какую-то чушь на меня понесла, еще и трубку бросила. Ну, я и забыть забыла про это. Ну, и так не ведут себя сотрудники. Вот часто я, конечно, понимаю, что вы-то нормальные люди. А там вот, вот мне кажется, это вот оттуда и идет. Вот это вот, что-то опять под меня копают. Очень странно в данный момент вы выражаетесь, и у меня состоится впечатление, якобы, вы не осознаете серьезность данной ситуации. А в данный момент я хочу вас также поставить в ответственность, что если же вы будете по запись диалога дезинформировать сотрудника банка, также в случае безопасности, а данная информация в дальнейшем также будет переправлена с сотрудниками правоохранительных органов. Да, да, я, да. Что вы имеете в виду, Екатерина Васильевна? Я вас немного не понимаю. Нет, ну вы меня спросили, было ли что-то вот, что могло, ну, из-за чего вот это вот все. И я просто припомнила, что был такой разговор в декабре у меня, мне кто-то позвонил и начал мне говорить, вот там, у вас... Алло. Ой, кто-то сейчас звонил, девушка. А, нет, в данный момент на звонки сторонние также не отвечаете. А, Екатерина Васильевна, какие дальнейшие действия? Сейчас я хочу вас проинформировать, касательно того, что вы, наверное, не понимаете серьезность сложившейся ситуации в данный момент. Ну, наверное, потому что у меня сидела и ждала хоккей, сейчас будет полуфинал. И тут вдруг мне звонят и говорят, у меня деньги на счетах, я безработная, но у меня есть они. Но это единственная моя финансовая подушка. И тут вдруг вот так все сваливается. Я сижу, у меня здесь пивасик, рыбка, сейчас хоккей будет. И тут такое дело. А, конечно, я немножко не догоняю, уж простите меня, пожалуйста. А, Екатерина Васильевна, если же вы продолжите таким образом вести диалог, я в данный момент подам запрос на отказ от сотрудничества. А для вас это шутка? А что я сделала? Мне не надо, я что сделала-то? Я просто объясняю, что случилось. А, ну, я уже понимаю в данный момент, что вы предоставляете некорректную информацию. Какую некорректную, а что я сделала? Екатерина Васильевна, я вас повторно информирую. Если же в данный момент не осознаете серьезную ситуацию. Я понимаю, что у меня пытаются оформить на меня кредит. Я понимаю, что у меня пытаются списать 8 тысяч. Ну, не списать, а вот сделать перевод. Это я все прекрасно понимаю. Прошу, приготовьте ручку листик, чтобы записать мои личные данные, как ваша ведущая специалиста. Да, прошу, сейчас. Так, ты будешь ты, пожалуйста. Ой, надо найти. Да, 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 все. А меня зовут Романенко Александра Николаевна. Романенко Александра Николаевна, да? Верно. Угу. А табельный номер сотрудника 223-91. 223? Алло. 223-91. Ага, ага. Да. Да, также запишите мой корпоративный номер телефона, по которому в дальнейшем также будет производиться обратная сеть. 977. 944. 977. 977. Нет, 977 изначально. А, изначально, ага. Сначала зачеркните, пишите заново, 977. Да, 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 я так и сделала. 822. 82. 12-01. 12-01. Ага, записала. А, теперь, пожалуйста, попрошу вас прочесть всю информацию, которую вы зафиксировали, дабы я могла быть уверена, что у вас корректные данные. Ага, Романенко, Александра Николаевна, табельный номер 223-91, корпоративный номер телефона 977-822-1201, верно? Да, верно. А, хорошо, в таком существительности, а мессенджеры, ваттап, вайбер используете? Что? Что? Да. Я вас услышала. По данному номеру телефона закреплено у вас, мессенджеры, ваттап? Да, конечно, да. Хорошо, в таком случае, информировалось, что в течение нескольких минут вам также будет направлен запрос, а именно документ, в связи с тем, что вы стали жертвой мошенничества по отношению. Были произведены операции, а именно оформление сторонней продукции. Также попытка перевода денежных средств вашего единолицевого счета. Данные операции производились в сегодняшнем дне, а так каким образом? Так как вы их не подтвердили, операции были оценены как мошенничества. Так как на сегодняшний день оформление критования с условием зачисления средств на счет другого человека, а без вашего личного присутствия в отделении, попросту невозможно, а действие оценивается как неправомерное, и в первую очередь сейчас подозреваются сотрудники контакт-центра. Это горячая линия банка. Именно поэтому в данный момент будет проводиться внутрибанковское расследование. В дальнейшем, как только станет известно, кто именно выполняет данную операцию, вы также будете принимать решение, переведение на разных сотрудников или нет. Укажите, пожалуйста, город, также адрес отделения банка, и также дату, когда у вас в последний раз посещали отделение и контактировали с сотрудниками. Екатерина Васильевна, укажите, пожалуйста, адрес, город, адрес отделения, где вы находитесь? Ага, город Троицк, Челябинская область, Советская 2А. А когда последний раз обслуживались? Прямо надо точно, я не помню точно. Укажите не точно. Сейчас соображу. Ну, где-то пару месяцев назад. Ну, в том году, получается, в декабрь. Я вас услышала. А укажите, пожалуйста, в прошлом году, несколько месяцев назад. Угу. Укажите, пожалуйста, в данный момент конкретный месяц и причину посещения отделения. Так мне нужно было подойти к банкомату, который принимает денежку. Что? Мне нужно было банкомат, который именно принимает денежку. Он находится только в самом Сбербанке, и вот я туда ходила, поэтому. Услышала вас? Угу. Хорошо. В последний раз, когда вы контактировались с сотрудниками банка, по какому вопросу это было? Ой, это было вообще давно, лет так... Ну, года 4 назад я просила свои реквизиты. 4 года назад вы просили выписку счета, я вас услышала. А, уточните, пожалуйста, как давно перевыпускали пластиковую продукцию? Ой. Ну, они у меня еще свежие, я точно не скажу. А вы же указали, что в последний раз контактировали лично с сотрудниками 4 года назад. Таким образом вы получили пластиковую продукцию. Так я же реквизиты запрашивала. Мне надо было в этот, в соцзащиту, ну, бумажный вариант. Я, конечно, могла в соцзащите. Я в данный момент вас информирую касательно другого вопроса. Какого? А я только что задала вам вопрос, когда вы в последний раз перевыпускали пластиковую продукцию. Так я не помню. Вы указали, что они свежие, это гласит о том, что вы недавно их получили. А что вы имеете в виду, под тем, когда говорите, что контактировали с операционистами 4 года назад, если же вы только получили карты? Так я же на работе ее получила. А кто вам, соответственно, предоставил данную пластиковую продукцию, представитель банка? Ну да, конечно, они же приходят туда. У нас просто такая организация была на тот момент. Они сами приходили и обновляли. Они к нам приходят, периодически сидят у нас там. Вопросы, если есть какие-то. А вы же на сегодняшний день не трудоустроены. Ну, на сегодняшний день, да. Я говорю, у нас была такая организация, в которой я работала. И вот эта карта у меня до сих пор, кто у меня ее же не отберет, работа бывшая. Сейчас-то, да, я без работы. Карта про меня, она, по-моему, до... Давайте я посмотрю, до какого она числа. Я даже, если честно... По-моему, в этом году ее, что ли, менять или 23-м годом. Сейчас я подойду до кошелька. Сейчас, надо открыть. Неудобно, мне одной рукой. Вам какую надо карту-то? Сбербанковскую уже, да? Алло. Да, я ожидаю. Ага. А, ну да, вот, говорю, она еще более-менее свежа. Так, до 23-го года она у меня еще будет нормальная. Ну, не менять. Вот. Не слышала вас. Ага. А, за последнее время, точните, какие-либо организации посещали, где предоставляли документацию, касаясь до места регистрации, то есть паспортные данные? Здравствуйте. МФЦ. Вы мне организацию не передавали? Не, не, не. Только МФЦ ходила. Я слышала вас. Хорошо, в таком случае, там, момент информировать, касаемо того, что вам также направляется документация по факту неправомерных действий по отношению к вам. А куда она? А, в сегодняшний день мессенджер в WhatsApp. В WhatsApp. Ага, сейчас открою. Еще не было направлено. Я вас информирую, что направится документация на мессенджер в WhatsApp. Ага. Прошу вас, как только поставить документ в режиме телефонного разговора, внимательно также ознакомиться. Если же будут возникать какие-либо вопросы, вы мне также их задаете. В сегодняшний день мы также будем проходить с вами систему безопасности путем переобновления вашего единого лицового счета и предоставления вам обновленного. Это было понятно? Конечно. Хорошо, в таком случае, в данный момент, а проинформируйте меня, пожалуйста, какие операции вы совершали самостоятельно по вашим счетам? То есть и счета, а законы, держатом которых на сегодняшний день вы влияетесь, необходимо понимать, какие операции последние совершали вы? Ну, у меня было вчера, вот я между своими двумя картами. Ну, у меня одна карта, ну, настоящая, которая вот физическая, а вторая у меня как бы электронная. Ну, виза, чтобы она у меня не на руках была, а так, в кабинете тупо, да, знаете, как это бывает. Виртуальная виза. Да, вот, верно. И я между ними делала, как, переброс между своими картами, вот так вот это называется. Я просто могу неверно назвать. Угажите остаток, пожалуйста, по каждой из данных карт, который был зафиксирован вам в последний раз. Я отговорила, вот мальчику до меня, у меня диапазон от 100 до 150. Это по одному пластиковому продукту, по виртуальной карте? Не, на виртуальной там 2000 всего. Какое-то имеет значение, и вы должны указать информацию касательно остатка. А в данном моменте укажите на сегодняшний день, какая активная продукция у вас фиксируется по Росфельхозбанку. А какая на сегодняшний день активная продукция? Зарегистрирована на ваши паспортные данные, у вас имеется в Росфельхозбанке. Господи, я не совсем понимаю эти вопросы, вы-то разговариваете на банковском... А вот в Росфельхозбанке, в данном моменте хорошо меня слышно, Екатерина Васильевна Росфельхозбанка. Я-то слышу хорошо, но вы разговариваете на банковском языке, а я более простой человек, я не совсем понимаю. А какая продукция на сегодняшний день у вас имеется в Росфельхозбанке? Ну, карточка. А у нас есть какого образца пластиковых продукций? Это что? Дебютовая кредитная. А, нет, дебютовая. Укажите остаток, который вы зафиксировали в последний раз. Около ста, что ли. Я и давно на нее не захожу, она у меня вот так болтает в кошельке. Хорошо. Около ста тысяч рублей или же ста рублей? Тысяч. Тысяча рублей, я вас услышала. У меня отображается информация, что ваши паспортные данные также фигурируют в ИНЭВ-банковских структурах. По каким вопросам передавали документацию в ИНЭВ-банковских? Ой, я хотела себе карточку Урал-Сиба раньше, где-то, наверное, год назад. Но в итоге я отказалась от этой идеи, потому что именно такого банка в моем городе нету, и это не очень удобно. Услышала вас? Угу. Хорошо, в таком случае, информирую вас касательно того, что, в первую очередь, вам необходимо ознакомиться с документами. Попрошу вас сейчас ожидать на линии. Я также ознакомлюсь с инструкциями касательно проведения операции по переобновлению вашего единолитового счета. Попрошу вас также не отключаться в данный момент, хорошо? Как скажете, конечно. Никита. Блять, сейчас в хольте уже будет, а. Вот. Лучше сейчас войдут, переведу эти деньги. Вон, сестре. Почему эти заморочки? Екатерина Васильевна, меня хорошо слышно? Да, да. Да, в данный момент... По какой причине вы занимаете самодеятельность, уточните? Какой? Вы в данный момент совершаете самостоятельные операции и разглашаете данную информацию третьим лицам. Уточните, по какой причине? Я сижу, ем. Что? Я сижу, ем. Вы только что ввели с кем-то диалог и указывали, что в данный момент будете совершать перевод денежных средств. Знаете, что в случае перевода денежных средств данная сумма будет прихвачена третьим лицам. Я сижу и возмущаюсь, что, наверное, проще всего, я сижу одна с восьмилетним сыном, что проще всего мне взять эти деньги и перевезти сеструхе, и у меня никаких проблем не будет. Размышляю, так сказать. Я вас услышала, Екатерина Васильевна. Я вас хочу проинформировать. А, кстати, знаете, что я вам хочу сказать? Вы уберите, пожалуйста, этот надменный тон. Я все-таки клиент банков, а не какая-то тряпка поломойная. Вы, пожалуйста, свой вот этот вот надменный тон уберите и будьте, будьте более ласковой. На немножечко, на полтона, блядь, свой тон сбавила. Вы в порядке? А ты, сука, в порядке, я тебя спрашиваю. Ты надменный, блядь, свой тон сбавила, мразота. Бабки, бабки у меня хотят списать, работай, блядь. Ты заебала так со мной разговаривать, курица. Представьте меня оскорблять, Екатерина Васильевна. Иди нахуй. Дай мне нормального человека, с которым можно разговаривать. Алло? Алло? Да, Екатерина Васильевна, здравствуйте. Здрасте. Значит, беспокоит вас главное управление Министерства внутренних дел по Челябинской области. Майор полиции Бессмельцев Александр Александрович. Здравия желаю. Значит, поступило заявление от Центробанка по факту мошеннических действий. По статье 159, часть 2 КРФ. Это мошенничество или хищение чужого имущества путем обмана. Также смотрю по оперативной информации. С вами работает служба безопасности банка. Это у нас Романенко Александра Николаевна. Там работа какая-то. Конченая, да. Кто? Она. А может быть, это она с меня там хочет что-то снять? Разговаривает со мной, как с репьем с каким-то? Курица. Вы тоже так будете со мной разговаривать? Да нет, почему я с вами? Я не понимаю, но я прослушаю, конечно, записи. Прослушайте, пожалуйста. Вы как высокопоставленный все-таки полиция. Это что такое, я не пойму. Какой-то тон со мной, как будто бы я реально какая-то говно на палочке. Я клиент банка и ни одного. У меня деньги на счетах. Я вас понял, Екатерина Васильевна. Разберемся, разберемся. Я обязательно записи прослушаю. Если, то есть, Романенко некорректно выполнял свою работу, то, соответственно, получит выговоры, связываясь с ее руководством, чтобы ее там приструнили. Спасибо большое. Хорошо. Да, скажите, Екатерина Васильевна, вы так, вам Романенко какую вообще информацию предоставила? Я так понял, были попытки хищения средств, верно понимаю? Ну, они там хотели, ну, не они, я не знаю, кто там хотел сделать перевод с моей карты 8 тысяч и еще кредит оформить. А, еще номер телефона сменить, вот-вот-вот. Я вас понял. Скажите, вы вообще с мошенничеством впервые столкнулись? Так вот, я вот этой же, как и Романенко Александре Николаевне, объясняла, что в декабре месяце мне звонили, какая-то женщина мне звонила, и она уверяла, что она Сбербанка, и у меня какие-то мошеннические действия. Но я сразу поняла, что она, короче, ну, сама мошенница. А она начала как-то психически реагировать, ну, нервничать. Я говорю, слушайте, вы так не ведут себя с банка-то люди. А вот это вот, и рассказываю, а вот это Александра Николаевна, вы вообще, она мне говорит, вы зачем сейчас это говорите мне? Вы зачем предоставляете мне ложную информацию? Я вообще ничего не пойму, что у этой женщины в голове. Она попросила рассказать, я рассказываю. Она говорит, вы зачем это рассказываете? Какая-то глупость, она как там работает? Центробанк! Ну, я вас кой, Екатерина Васильевна. Ну, я прям вот по завершению нашего с вами диалога прослушаю сразу же записи, это обещал вам. Ну, и значит, ну, это будет наказано она за такую работу. Конечно, я еще ей говорю, вы знаете, говорю, я же вижу, что вы-то, ну, профессионал, я вам расскажу, было вот так и так, по-другому разговаривали, иначе. Как бы я с ней нормально, а она почему-то, наверное, решила, что я про нее говорю, да, почему я про нее? Она мне спросила, было ли что-то ранее? Я говорю, да, блин, было, в декабре, вот. Она начала на меня рычать, я потерпела, потом опять, опять, и сейчас, честно, я ее сматерила. Ну, сколько можно? Сейчас идет хоккей, Швеция с нашими рубится в полуфинале. Она мне такие вещи говорит. Я вас понял. Хорошо, ну, значит, тогда в любом случае я буду требовать, чтобы вас на другого руководителя, да, перевели? Ой, вы святой человек, пожалуйста. Специалистка вам взяли. Хорошо, значит, скажите, она вас проинформировала о том, что мошеннические действия изнутрибанковской системы? Да, да. Открываются недобросовестные сотрудники? Да, Бирбанка, да, да. Я вас понял, хорошо. Значит, а скажите, касательно, вот вы говорите, вам звонки поступали до этого, то есть требовали номер карты у вас, все трехзначный пот, наоборот. Нет, знаете, как было? Они, видимо, хотели потом-то в последующем разговоре спросить, но разговор начался с того, какие вы действовали. Ну, в принципе, то же самое, что как бы спрашивают люди с банков, да, какие вы совершали операции со своими счетами. Я пытаюсь вспомнить, но я на тот момент дома сидела очень долго, и я, ну, ничего не делала. Я не следила за собой, там, туда оплатила, сюда, ну, интернет-магазины, там, мы девочки это любим. Вот. И тупо забыла, что я делала в последний раз. И она начала на меня, вот это, которая в декабре звонила, что вы меня обманываете, вы водите меня в заблуждение, вы такая секр... А я сижу и ничего не пойму. Я говорю, ну, давайте я зайду в онлайн Сбербанк, посмотрю, и говорю, вот, сейчас я вижу все, что я делала. Вот, вы обману, и, короче, и я повешала трубку. Я поняла, что это какая-то, ну, машина, так не разговаривают люди в банках. Угу, я вас понял. Хорошо, скажите, у вас стоит автоопределитель, отображается, что МВД звонит, либо же просто номер? А я что-то даже и не посмотрела, сейчас, подождите. Так. Это вы из Челябинска, да? Да-да-да, Челябинск, Елькина, 34. Какой адрес? Елькина, 34. Елькина? Да, Елькина, 34. Ага, поняла, ладно, ага. Ну, смотри-ка, одно из требований банка, да, проверить номер телефона, с которого я вам звонил. То есть, заходите тогда в Яндекс, и вот в поисковую строку вводите мой номер телефона. Нажимайте найти, вам отобразится вся информация. Никитуш, я разговариваю с МВД, пожалуйста, сынок, иди в ту комнату. Сынок, не-не-не, иди, 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 и, простите, пожалуйста, надо ребенка убрать, а то он мешает. Да, ничего, ну, я вас там, ничего. Не-не, иди разговаривай, иди, сынок. Сейчас это номер телефона, да, говорите, ввести? Да, да, в Яндекс, вводите номер, вам отобразится информация. Так и че, сыночка, разговаривай. А, ну все, извините, все, я тут так. Мне что, надо в Яндекс. вкрофе ввести? Да, в Яндекс. поиск, да, и вписывайте номер, начиная с семерки, то есть с кодом региона. Блин, у меня такая память короткая, я просто на него посмотрела и забыла. А, ну давайте, я вам продиктую, вы потом сверите просто. Ага, Семь, триста пятьдесят один. Ага. Двести шестьдесят три. Угу. Шестьдесят четыре, тринадцать. Шестьдесят четыре, тринадцать. Ой, блин, я тут она сжала. Сейчас. Шестьдесят четыре, тринадцать? Да, да, шестьдесят четыре, тринадцать. Ага, сейчас. Ну да, вот номер, компанию, главное, что, телефон, главное управление МВД России по Челябинской области, отделение полиции. Угу. Да, все равно. А теперь можете сверить, попадает номер, который я вам продиктовал, из которого я звонил. Елькина, тридцать четыре. Да как? Ну, двадцать четыре, шестьдесят четыре, тринадцать, двадцать шестьдесят три. А почему вы мне это задаете, такой вопрос? Я верю же. Нет, что в дальнейшем просто не возникало недопонимания и разногласия. Ну все, ладно. Записываются, вносятся, да, баскетный реестр. Хорошо, значит, смотрите, что вообще в дальнейшем требуется от вас? Во-первых, это строгое соблюдение 310 статьи УК РФ, то есть это неразглашение сведений, полученных в ходе дознания или предварительного следствия. То есть в интересах следствия информацию третьим лицом разглашать нельзя. Это понимаете, верно? А третьим лицом, вот у меня сын знает сейчас, что происходит. Ну, сын, ребенок. Ну, я же в счет не беру, да. Ну, я имею в виду те, кто не относится, да, к данной ситуации. То есть, я, допустим, лично не против то, что вы с близкими людьми поделитесь, да, но есть законодательство Российской Федерации, да, где прописано черным по-белому, что информацию разглашать, Так у меня вот скоро МУС придет, мне что делать-то? Ну, смотрите, вам необходимо будет просто, ну, с Романенко я буду просить замену специалиста для вас. И, то есть, со специалистом службы безопасности вам необходимо будет отменить те действия, которые вы не совершали, вам должны будут обновить лицевой счет и поставить защиту, чтобы подобных ситуаций более не повторялось. Я думаю, это долгое время не займет, то есть. Слушайте, вы знаете, вот только знаете, я еще вот эта Романенко, она так разозлилась, почему-то начала так говорить со мной некрасиво. Я сказала, меня возмущалась здесь сидела просто, она отключилась, а я сижу и говорю, вот говорю, елки-палки, пиво себе приготовила, рыбы, мужа жду, сейчас вот хоккей, кстати, хоккей начался. Наши шашведами, шашведами, а она почему-то так, вы что, говорит, вообще не понимаете, что происходит, что к чему, но я же не ожидала, что у меня начнутся какие-то попытки списания, смена номера телефона, я пивка выпила до этого времени, и что мне теперь делать, трезветь резко, я же не могу, я хоккей сдала, вот он идет, уже 14 минут. я вас понял, ну, хорошо, я сейчас разберусь, я записи прослушаю, выясним, да, что там, ну, записи, в общем, прослушаю, да, тогда мне понятно. Я к тому, это вам не мешает, что я, как бы, ну, немножко под пивом, я же ждала хоккей, Не, ну, вы же адекватно разговариваете, поэтому. Да, да, я все... вы мне сказали, что вы выпили, я так бы не понял сам. А, ну вот, ну, я просто честная, я не могу скрывать. Ну, ничего страшного, я думаю. Хорошо, значит, давайте, я сейчас буду связываться с службой безопасности, вы тогда ожидайте звонка от сотрудника, вам перезвонят, то есть, и далее проинформировать. а что, трубочку уложу, да? Ну, все, ладно. Да, все, всего доброго, до свидания. Ага, Дежурная часть Главного управления Тегментов, слушаю. Здравствуйте, это дежурная часть? Да, да. Ой, вы знаете, мне только что с вас, от этого номера звонили, что... Извините, пожалуйста, девушка, с этого номера мы не могли перезвонить, скорее всего, ошибочно, или номера подставлены, мы с этого номера гражданам не звоним. Да вы что? Все, я поняла, извините. Пожалуйста. Ага. Алло. Алло. Да, 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 здравствуйте. Здравствуйте, почему мне не перезванивают-то? Кто? Мне сказали, мне перезвонят, у меня деньги все-таки списывать пытаются. А я... Вы, видимо, номером ошиблись, я не знаю. Ну, как это? Вот, этот номер мне звонил, я на него, его набираю, и никто мне не перезванивает. И я его снова набираю, чтобы поговорить с специалистами. В чем дело-то? Деньги списывают, они не перезванивают. Какие деньги? вы же сотрудник банка? Нет. А кто? Я не сотрудник банка. Я с банком никакого отношения не имею. вы номер, вы номер, видимо, перепутали. Не-не, я не могла его перепутать, я его не списывала с тетрадки, с листочка, я его набрала из телефона. Этот номер мне звонил, ваш номер. Вот что такое интересно. А когда этот номер вам звонил? Ну да, ну да, ну да, только что, только что. Сейчас посмотрю. Ну вы, наверное, просто рандомный человек какой-то, просто, наверное, подделали, как у них же, это что, мошенники, что ли, были? Ну, видимо, да, я не знаю, но вообще я сейчас разговаривал с клиентом со своим, но у меня мотосервис, который находится в Нальчике. Это что? Это мы вообще далеко друг от друга. Нет, ну клиент, я имею в виду, находится в Нальчике, я нахожусь в Люберцах. Это что такое? Люберцы? Ага. Это около Москвы город. Странно, но они тоже с Москвой. Не, ну, я рандомный человек, получается, я не знаю, ну, кто вам звонил, может, как-то мой номер подставили, но я не мог вам звонить. Угу, ладно, извините, пожалуйста, больше не буду звонить. Да ничего страшного. Ага. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А почему мне не перезванивает никто? А вы кто? Екатерина Васильевна. А кому звоните? По номеру, вот по этому, который мне звонил, вот этот номер мне звонил, у меня идут списания с карт. Я не звонил вам? Ну, звонили, это ваш номер, он мне звонил. Наверное, подставной. Я вам не звонил, извините. Ой, вы тоже извините, простите. Алло. Алло. Здравствуйте. А почему мне не перезванивают, я Екатерина Васильевна? Кто это? Ну, у меня деньги списывают, а вы не перезваниваете. Вы же обещали перезвонить. Вы, наверное, не туда попали. Извините. Да, я вас слышу. Здравствуйте. Почему мне никто не перезванивает? Здравствуйте. Здравствуйте. Кто это? А, что? Кто это? Уточните, пожалуйста, представьте. Фурсова Екатерина Васильевна, я жду звонка, я переживаю, мне никто не перезванивает. А, я вас услышу. То есть, в данный момент, вы залезли, выточните, Маина. Что, знаете, плохо слышу. А вы сейчас связываетесь, кому вы направляете звонок? Уточните, пожалуйста. Романенко Александра Николаевна. Да, все верно, я вас слушаю. То есть, в данный момент вы отключились, а вы мне сказали, вы доставили инструкции к выполнению, обвиняли факты мошенничества, и сейчас вот совершает у меня мне звонок, и говорит... Потому что у меня других номеров нету. Мне МСМВД человек позвонил, сказал ожидать. Я сижу, ожидаю, никто мне не перезванивает. Мне что делать-то, бежать в банк, или что мне делать-то? Нет, задавайте, пожалуйста, я именно вы не понимаю. Мы с вами ввели диалог до этого. Да, я быстро отключилась, не потому, что там я захотела. Я смотрю, мне поступает звонок, и главное, знаете, с моего региона, ну, номер региональный, ну, именно вот. и я на него... Что такое? Подождите, пожалуйста, я в данный момент хочу вас трансформировать о том, что я прекрасно слышала, что вы мне говорили перед отключением. Я не отказываюсь от своих слов. Вот сейчас, сейчас вы очень даже корректно разговариваете, а до этого вы, извините, вели себя немножко по-хамски, и тем самым вы вели меня на эмоции конкретные. Вы уж меня простите, если я вас чем-то задела, но сейчас, а? Но сейчас вы, в общем, вполне нормально разговариваете, я тоже буду вполне нормально разговаривать. в данный момент вы отключились, а вы... Да мне с МВД позвонили. Вы говорили инструкции выполнения отзвенели факты мошенничества. Ну, если вы продолжите так же разговаривать, как ранее разговаривали, то, конечно, я тоже буду думать всякую гадость. Вы разговариваете вот сейчас вполне нормально, красиво, мне приятно вас слушать. то есть... И вообще, человек с МВД позвонил? Нет, смотрите, мы с вами вели диалог до этого. Вы достаточно, если нужно... Да. Ругалась. Если я вас обидела, обидела, ну, потому что я... Я хочу попросить вас сейчас... Ой, кто-то мне звонит. Ой, кто-то мне звонит. Александра Николаевна, кто-то мне звонит, а? Слушайте. Вы меня достаточно серьезно оскорбили под запись. А, ну что... Я не закончила сейчас говорить. Попрошу вас. Так, оставить вызов на удержание. Ой, что же мне делать? Москва звонит. Вот, я возьму трубку. Звоноку. Дождите, пожалуйста. А? Москва звонит. 490... Да что ты... Да, все верно, я вас слышу. То есть, в данный момент вы отключились, а вы мне сказали, вы доставили инструкции... Ну, я уже это слышала. Вы обиделись, я понимаю. Сейчас вот совершаете мне звонок... Да куда мне еще звонить? У меня списание происходит. Куда мне еще звонить? В МВД они не принимают звонки. Это односторонняя у них линия. Я попыталась еще раз в МВД перезвонить. Мы с вами ввели диалог до этого. Ну, вы же меня не слушаете. Я бы вам сейчас все объяснила. Вы же меня не слушаете. Вы хотите что-то свое... Я хочу вам сейчас объяснить, что произошло. Чтобы мы с вами поняли друг друга. Нет, подожди. Я сейчас... Ну, я хочу попросить вас сейчас... Подожди, пожалуйста. Я в данный момент хочу вас проинформировать о том, что я прекрасно слышала, что вы мне говорили перед отключением. Вы меня достаточно серьезно оскорбили после запись диалога. Я не закончила сейчас говорить. Попрошу вас... Хорошо, я слушаю. Да-да-да, я налетен, девушка. Я слушаю, я извинюсь, звонок. Подожди, пожалуйста. Что звонок? Да, все верно, я вас слышу. То есть в данный момент вы отключились, а вы мне сказали... Девушка, опять мы в плане. Мы в плане, в плане, в плане мошенничества. И сейчас вот совершаете мне звонок и говорите о том, что вы ожидаете... Девушка, повесьте трубку, пожалуйста. Я не могу, мне кто-то звонит. Я перезвоню Александру Николаевну. Пожалуйста. Ну... Ну, мне звонит Москва, видимо, по карте. Пожалуйста, я не понимаю. Мы с вами ввели диалог до этого. Ну, а мне больше некому было... А как вы хотели? Вы разговаривали очень по-хански со мной и сами нарвались на мою нецензурную лексику. Я умею, я еще и хлеще умею. Ну, зачем до этого доводить? Ну, я хочу попросить вас сейчас... Попросите, пожалуйста. Я в данный момент хочу вас проинформировать. А то, что я прекрасно слышала, что вы мне говорили... Я это уже слышу 50 раз. Мы достаточно серьезно оторвили под запись диалога. Я не закончила сейчас говорить. Попрошу вас... Молчать, молчу. Молчу, молчу, слушаю, простите. Звонок уточните, пожалуйста. Что за звонок уточните, пожалуйста? Я не понимаю, что... Да, все верно, я вас слышу. То есть в данный момент вы отключились, а вы мне сказали, вы доставили инструкции выполнения, обвиняли в факте мошенничества. И сейчас вот совершаете мне звонок и говорите о том, что вы ожидаете звонка. А дальше что? Ну... Нет, задождите, пожалуйста. Я не понимаю. Мы с вами ввели диалог до этого, а вы доставили, мне нужно... Алло. Нет, задождите, я сейчас... Ну, я хочу попросить вас сейчас... Вы просто задождите, пожалуйста. Я в данный момент хочу вас проинформировать. А то есть я прекрасно слышала, что вы мне говорили. Да вы повторяетесь, мне вы что? Девушка, серьезно, оторвили под запись диалога. Я не закончила сейчас говорить. Попрошу вас. Да вы повторяетесь, а что от меня сейчас хотите? То, чтобы я извинилась, я извинюсь. Искренне извинюсь. Что, что... Блядь, ты больная, что ли? Опять гонишь? Ты робот, что ли? Да, все верно, что я больная. А вы мне сказали, вы доставили инструкции выполнения, приняли... Ой, ты уморок! Ты робот! Ты что ли на автодозвон... А как она? Автоответчик поставила, что ли? Это ж не ты со мной. Дайте мне Александру Николаевну настоящую. Я перед человеком... Ну... Здравствуйте, пожалуйста. Я не понимаю. Мы с вами ввели диалог до этого, а вы достаточно не принуды знать. Алло. Алло, Екатерина Васильевна... Да, да, это я, да. Да, это Романенко Александр Николаевна, кабель номер 223-91. А сейчас... Так, мы же сейчас только что разговаривали с вами. Или это был автоответчик? Что? Я сейчас звонила по вашему корпоративному номеру, Александра Николаевна, по 977-822-1201, и там, ну, это была не вы точно, одни и те же вопросы задают. Но я так поняла потом по итогу, что это, короче, ну, автозапись. И ничего не понимаю. Ёлки-палки, что происходит? И вот вы звоните. Уже сама вы настоящая. Да, я с вами в данном моменте разговариваю. Я немного не понимаю, в данном моменте, о чем вы говорите. Какая запись, хорошо, это не имеет никакого значения. Да, да, я с вами на линии. А сейчас, подождите, пожалуйста, вы в действительности заинтересованы сохранностью денежных средств в решении проблемы? Или же вам не нужна помощь? И вы просто в данном моменте тратите мое время. Вы понимаете, я прекратила. Почему с вами разговор? Во-первых, я была на эмоциях, во-вторых, я смотрю, мне звонит региональный номер, ну, именно вот нашего региона. И я резко взяла его, как, ответила на него. Получается, с вами разговор прекратился, а на той стороне трубки, вот, которую я номер приняла, это был МВД. Я не помню, я не записала, как его зовут, но с МВД, короче, вот он тоже по моему делу. И я с ним разговаривала. Он сказал, что мне сейчас перезвонят по поводу моих денег, но мне никто не перезванивает. Я сейчас сижу и думаю, куда мне бежать-то, что делать? Нет, по какой причине я с вами не связывалась, я вас проинформирую. А так как перед тем, как с вами связываются сотрудники правоохранительных органов, вы меня достаточно серьезно оскорбили в данный момент, уже сказали, куда мне идти в нецензированном форме. И именно поэтому я также решила, что я окажу сотрудничество с вами и предоставление вам какой-либо помощи. Так как вы должны понимать, что когда я также работаю с клиентом, я несу полную голову ответственность за выполнение операции. Извините, когда меня оскорбляют, я говорю про документацию, с которой необходимо ознакомиться, меня в этот момент оскорбляют и также не предоставляют возможности что-либо сказать. Соответственно, я не намерена за вашим финансовым запасом. За такими неизвестно, в дальнейшем вы будете поступать таким же образом, если же вы... Простите меня, пожалуйста, девушка, миленькая, я вас очень сильно прошу простить, потому что я сидела, я просто, ну, вообще, в принципе, ситуация шокирующая для обычного человека. Вы-то профессионал, а я-то обычный человек, и я уральская баба, которая, ну, вот как... Ну, грубо это было. Я прошу очень сильно прощения, уж вы снисходительные ко мне очень сильно прошу, я виновата сильно. Удоб мне еще доказать, что я... Нет, вот теперь что делать? Хорошо, я вас услышала, хорошо. Хорошо, я вас услышала, Екатерина Васильевна. Теперь вы очень-таки ознакомьтесь, пожалуйста, с документацией. Поступила вам, по-моему, очень-таки вот так. Да, я почитала, да. А в документе указана информация. Да, да. Знакомьтесь, хорошо. Какие дальнейшие действия? В сегодняшний день вот я с вами должны пройти системы безопасности путем переобновления вашего единого лицевого счета. Удаление нынешнего и предоставления вам обновленного. Третьи лица в данный момент получили доступ к вашим финансовым, а именно к лицевому счету. А для того, чтобы удалить лицевый счет, необходимо также запустить перевыпуск пластиковой продукции, то есть удаление и системы предоставления вам обновленных. То есть что такое лицевой счет? Лицевой счет, это единый счет, который имеется у каждого клиента банка, был предоставлен вам центральным банком Российской Федерации. Соответственно, это некое разрешение на открытие какой-либо банковской продукции. Также хочу вас информировать, что переобновление единого лицевого счета невозможно при наличии какого-либо актуального запроса на получение продукции. Именно поэтому я обязана перепроверить систему, не отображается ли какого-либо заявления. Так мы сможем с вами совершить переобновление единого лицевого счета. Переобновление лицевого счета производится в два этапа. Первое, также снятие в полном объеме, дабы баланс не превышал суммы в одну тысячу рублей. Тогда к данным моментом баланс менее тысячи рублей будет принесен на одновленный лицевой счет автоматически. Если же баланс на какой-то из финансовых ячеек превышает сумму в одну тысячу рублей, перенос необходимо совершить вручную. А в сегодняшнем дне уточните, пожалуйста, бесконтактной оплатой НСИ пользуетесь самостоятельно? Ой, не, я с ней не знакома. Что, что? Я не знакома с этой. Да, у меня и телефон такой не поддерживает. А укажите, пожалуйста, модель телефона. Так. Ну, он Realme. Realme. Redmi? Не-не-не, не Redmi. Realme. 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 Я вас поняла. А какая модель в данный момент? Сейчас я в настройки зайду, я просто точно не помню. Так, о телефоне. C3. Realme 103? C, 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 3. Не услышала. 555, C3? C? 3. C3. Ага. Благодарю вас. Ну, вы также должны понимать, что за один день перевыпускать карты попросту является невозможным. Именно поэтому сейчас я также ознакомлюсь с информацией, отображается ли по вашему устройству бесконтактная оплата. Угу. А в данный момент по вашему мобильному устройству отображается информация касаемо того, что у вас имеется также функция бесконтактной оплаты. Серьезно? Вау. Поэтому в данный момент у вас мобильное устройство Realme 103, верно? Realme, да. Realme. C3, я вас услышала. Хорошо, в таком случае информирую вас касательно дальнейших действий. А в первую очередь нам необходимо совершить операцию по снятию с каждой финансовой ячейки. Как вы ранее были проинформированы, дабы баланс не превышал сумму в одну тысячу рублей. А также юридический отдел нашего банка будет отправлять вам документацию с обновленной пластиковой продукцией. То есть сегодняшний день к вашему мобильному устройству также будем подвязывать обновленную пластиковую продукцию, с помощью которой будем совершать перенос. То есть, простыми словами, мы обязаны предоставить вам новые карты сейчас. Но так как физическая карта, именно пластиковая продукция, все еще не готова забрать выделение и вы сможете ориентировать на во вторник, сейчас необходимо предоставить вам эти же карты, но виртуального образца. А дабы вы могли использовать их также с помощью вашего мобильного устройства до получения пластиковой продукции. Именно поэтому сегодняшний день также обязаны совершить данную операцию. Поэтому уточните, пожалуйста, Екатерина Васильевна, сейчас вы дома находитесь? Да, я дома с ребенком. Дома с ребенком, я вас услышала. Действительно, самостоятельно пройти сегрегатов вы сможете? То есть, у вас есть с кем оставить вашего ребенка в безопасности? Он у меня первоклашка, я сомневаюсь. Что-что? Он у меня маленький, ему 8 лет всего, как я уйду? Ах, то есть, с ребенком вы не сможете пойти, правильно понимаю, что делать? Что, Никит? А с ребенком вы не сможете пойти? Ну, а детство тогда надо, темно уже, у меня-то ведь уже почти 7, ну, собираться тогда надо, а мне куда надо подойти-то? Хорошо, давайте я вас сейчас проинформирую с самого начала, что нам необходимо совершить. Я, когда вы, простите, так много было сказано, это, для меня это очень сложно, я все-таки человек попроще. Вот прям, давайте просто пункт, и я пошла, пункт, и я сделала, вот так вот. Мне тяжело. Хорошо, я вас сейчас информирую. А первая операция, которую необходимо совершить, это снятие полномобъема с каждой из ваших финансовых ячей. То есть, каждая карта с законом держателем которого являетесь сегодняшнего дня должна быть удалена система и предоставлена вам в обновленном варианте. Для того, чтобы удалить лицевой счет, необходимо обналичить сумму в полном объеме. То есть, необходимо совершить снятие. После совершения операции по снятию, когда мы сможем предоставить вам обновленную также виртуальную продукцию, мы также выполним внесение. Таким образом, а когда мы сможем все равно внесение, старый лицевой счет будет закрыт, обновленный и активирован. Вам запрет на получение какого-либо вида кредита антистанционно. И также назначу вам встречу в отделении банка, где вы сможете получить обновленные пластиковые продукты и документацию в бумажном варианте. Да, но это уже в будущем, да? Что-что? Ну, это уже в будущем получение новой карты, да? А в сегодняшнем дне вам предоставим новую карту. Буквально. А, слушайте, а вы не знаете, что ли, у нас же все банки закрыты сейчас на коронавирус, они все в шоке всем троицком, идти некуда. У нас работает один... А вам не отходила сегрегатой? А, все поняла, ладно, ага. К банкомату, да? Вам необходимо... К банкомату, да? Кто мне звонит, девушка? Мне кто-то звонит. Мне кто-то звонит, поэтому не отвечайте. Все, все, хорошо. Все, я поняла, мне к банкомату надо, да? Ну, тут недалеко, кстати, я вот, поблизи нет, смотрите, самостоятельно попрошу вас никаких операций сейчас не совершать. Я жду вас, я просто спросила. в первую очередь, сейчас к вашему мобильному устройству мы также сможем привезать вашу новую карту виртуально. Вы сможете ею пользоваться в сегодняшнем дне после завершения операции, то есть сможете также производить оплаты, снятие средств, переводы денежных средств с помощью мобильного устройства. Так как физические карты, именно пластиковая карта, вы получите в отделении банка в обсорной ориентировочной. А именно до 22-23 числа ориентировочно ваша обновленная карта будет готова. На Коботкат они у нас все закрыты. Курьерской доставкой помните регистрацию вам направят пластиковую продукцию. А, есть такое. Ну, я сомневаюсь, что у моей деревни такое и есть. Курьерская доставка. У нас же до зона нету. Каждый в данном моменте каждый сомневаюсь на территорию с операцией имеется куриерская доставка об Центральном банке Российской операции. Это государственный банк, который обязуется предоставлять продукцию клиенту банку. Поэтому сейчас смотрите, какие дальнейшие действия. Я направляю запрос на предоставление вам документации от юридического отдела нашего банка. После мы также приступаем с нами к операции. я помогу вам привязать новую карту к вашему мобильному устройству. В дальнейшем вы смогли выполнить операцию по переносу и не допустить списания третьими листами. А если на данном этапе вопросов не возникает, попрошу вас каких действий сейчас не совершать, отстаньте на линии, а я получаю инструкцию касательно отмена неправильной действия. Хорошо, я все жду, да. Да, ожидайся. Угу. Да, вот отстаньте, пожалуйста, вы сейчас находитесь в Одну секундочку, получается, австроитки, верно? Да, да. Да, я вас услышала. Хорошо, я в данный момент также подаю запрос на предоставление вам документации как сейчас на ваши обновленные пластиковые продукты, которые будут подвязываться к вашему мобильному устройству сегодняшний день. Слушай, а вы можете сказать, где вы находитесь? Да, я нахожусь в городе Москва в адрес Неглина 12, это Главное управление Центрального банка Российской Федерации. Ага, все, спасибо. Да, уточните, пожалуйста, далеко от вас находится адрес 1 секундочку. Улица Советская, дом 2К. Дом 2А. Нет, вот буквально в двух кварталах. А, да, это квартал, прошу, извините. А, я вас услышала, я в данный момент просматриваю информацию, куда вас можно подойти для совершения операции. А, то есть, данные сегрегаты работают круглосуточно, они находятся в отделении банка, а именно перед отделением. то есть, получается... Ну да, там коридорчик такой, ага. Да, хорошо, в таком случае в данный момент я получаю инструкцию касательно дальнейших действий, а ждите на линии, пожалуйста. Ага. Никит, тебе собираться надо, сейчас пойдем, да, одевайся, говорю. Не в психу одевайся, говорю. Смотрите, все собираться еще рано, так как необходимо подвязать пластиковую карту к вашему телефону, чтобы мы могли выполнить операцию, понимаете. А, в данный момент, как только вы совершите операцию по снятию, ваша карта будет заблокирована. Именно поэтому вам автоматически предоставляется новая карта, которую вы будете пользоваться с помощью телефона до получения плащиковой карты, понимаете, в отделении. Все, хорошо, я жду. А сейчас я получаю информацию касательно проведения операции, поэтому не одевайтесь, так же, ребенка не одевайте пока. Хорошо. Хорошо, меня слышно, дайте, пожалуйста. Ну да, да, я жду, да. Да, ожидайте. Благодарю вас также за ожидание, приношу свои извинения за количество времени по ожиданию. А сейчас вам также будет направлена документация на юридический отдел нашего банка. касательно вашей новой карты. То есть, это ваша новая карта, которую вы получите также в отделении банка, на которой всего лишнего нет, будет совершаться перенос листов. Это было понятно? Ну да. Да, хорошо, сейчас вам поставлю документ, я хочу попросить вас приготовить ручку, также лист бумаги, дабы вы могли писать данные, которые будут указаны в документе. Хорошо? Так, тихо, не сидит. Да, все, я взяла. Угу, пишу. А, да, сейчас, нет, сейчас вам будет направлен документ, я бы там на предоставление вам документа. Да. Смотрите, сейчас направляется документ, как только поступит, вы просто выписывайте номер вашей обновленной карты на лист бумаги там, соответственно. Хорошо? Да, все, жду, да. Да, выточните, пожалуйста, приложение Google используете? Ну, я не знаю, приложение это или нет, но у меня есть и Яндекс, и Хром, а вот и Google. Буква Г или Хром нужен? Нет, именно Google у вас имеется на телефоне? Да. Имеется, хорошо, я вас услышала. Какой причин я задаю вам данный вопрос? Так как в данный момент, для того, чтобы привязать для вашего мобильного устройства карту, необходимо загрузить приложение в Play Market под названием Google Pay. Можете сейчас во время нашего своего диалога совершить вход в приложение Play Market в войсковую графу, вводите также Google Pay. Так, Google Play? Google Pay. А, Pay. Pay. Так, устанавливать надо, Да, устанавливайте приложение. Ага, ой, пошло. Было 4G, сразу связь по защищенной линии. Ну, х. А, нет, не работает интернет, из-за того, что мы ведем с вами диалог по защищенной линии, верно? Не, вот пошло, 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 пошло. Просто связь изменилась, я тут всегда насчет связи переживаю, вот, установка уже идет. Смотрите, Екатерина Васильевна, в данный момент давайте мы с вами отключимся, я вам совершаю звонок по защищенной линии мессенджер WhatsApp, дабы улучшить качество связи, а также, дабы параллельно вы могли совершать операции, с тобой, также пользуясь подключением к интернету, хорошо? Да, дело в том, что незачем, вот уже все установилось, все нормально. Нет, я в данный момент мы с вами необходимо отключиться, я следую инструкцию, и направляю вам звонок по защищенной линии мессенджер WhatsApp. Вы знаете, я с WhatsApp не возьму телефон, звонок, потому что это все-таки обычный мессенджер, давайте уже по официальному номеру, вот как вы звоните, это все-таки очень серьезное дело, вот уже у меня... А Екатерина Васильевна, вы понимаете, в данный момент мессенджер WhatsApp защищен сквозным шифрованием, и третьими лицами информация просматриваться, также прослушиваться попросту не может. Нет, я в данный момент направляю вам звонок, тоже защищенный линии? Я не возьму, вот мы с вами разговариваем, это вы, все, я спокойна, нет, с WhatsApp я не возьму, ни с Viber не буду брать, я даже со своими не разговариваю. Не понимаю вас. О, моя красота. Вы понимаете, что мессенджер WhatsApp, это закреплен в данный момент, и защищен сквозным шифрованием, и в данный момент посмотреть информацию, кто-либо без вашего, видимо, попросту не имеет возможности, это невозможно. Это одно из самых защищенных приложений на планете, вы это понимаете? Не получится. Хорошо, я в таком случае никак не смогу вам помочь, привязать в данный момент пластиковую продукцию к вашему мобильному устройству, если же вы отказываетесь от того, чтобы принимать звонок по мессенджеру WhatsApp. каким образом я могу помочь вам в решении проблемы, если вы просто настойчиво отказываетесь без так же лицовой причины? Ну, я не вижу смысла, мы с вами и так очень много информации сказали по этому номеру телефона, и все было хорошо, и в дальнейшем может быть точно так же. Зачем я буду связываться по... ну, вообще, у меня сейчас муж придет, зачем мне вот эти все туда-сюда-сюда-сюда-сюда... пойду сейчас и сниму эти деньги. Я понимаю, что вы от меня требуете, но, простите, я не могу этого сделать. Мне надо как можно скорее решить этот вопрос. Если же вам нужна помощь... Ну, хорошо. От вас я ничего не требую, попрошу вас меня не перебивать, в первую очередь, и внимательно послушать. А я от вас ничего не требую, я в данный момент простыми словами зачитываю вам инструкцию. Если же не следовать инструкции, помочь я вам не смогу. Ну, я тогда, видимо, должна отказаться от вашей услуги, я просто пойду, сейчас сама ребенка одену и сниму эти деньги. А вы понимаете, что в данный момент действия будут расцениваться как обновление денежных средств с помощью вашего лицевого счета? Ну, они же мои. Они, слава богу, еще у меня на счету, я же проверяла, сейчас пойду просто, свои же деньги. Зачем мне это надо по WhatsApp, какие-то разговоры, мне вот это не нравится, я не хочу. И это вот, ну, как бы... Что это вам не нравится? По WhatsApp, вот эти телефонные разговоры, это даже телефонными разговорами трудно назвать, это какое-то, ну, не знаю, то же самое, что по ВКонтакту позвонить. Нет, Месседжер WhatsApp является в данный момент также официальным приложением, которое зачищено, также перепроверено большим количеством лет работы. Именно поэтому, по какой причине вы сейчас таким образом высаживаетесь, касательно Месседжера WhatsApp, также Вайбер, мне неизвестно. Приложение защищено сквозным шифрованием. Это гласит о том, что в данный момент также воспользоваться данными, которые находятся у вас в приложении, вы просто невозможно без вашего ведома, понимаете? Нет, я понимаю, но я не буду. Можете сказать мне, что все и ладно. Одиннадцать, пойду схожу сама. Сейчас сделаю. Хорошо, в таком случае, нам, можете, доставьте, пожалуйста, голосовый отказ, а вот также сотрудничество нашего с вами. То есть, вы произносите полную вашу фамилию, имя, отчество, и указываете, что следствием сотрудника Службы безопасности Центрального банка вы отказываетесь. С последствиями касательно снятия ответственности вы ознакомлены. Информироваясь касательно последствий. Последствия, то, что я имею полное право после предоставления вам голосового отказа снятия во всю ответственность за выполнение операции. То есть, если же сумма будет списана, или же в данный момент также будет происходить оформление сторонней продукции, именно кредитного образца, а я за это нести ответственности не буду, так как вы предоставите голосовый отказ. Соответственно, Служба безопасности банка, в связи с тем, что клиент отказывается сотрудничать также для финансовой безопасности, иметь также полное право отказаться от предоставления помощи. Поэтому, если вы в данный момент не намерены следовать моим инструкциям, в таком случае предоставьте, пожалуйста, голосовый отказ, я направлю данную информацию также сотрудников правоохранительных органов, дабы я могла также правомерно от вас отключиться и не предоставить вам каких-либо инструкций. Ну, я сейчас тогда на WhatsApp, на голосовое вам надиктую свой официальный отказ. Нет, сейчас под запись диалога, пожалуйста, произносите. Ну, WhatsApp. А сейчас по какой причине вы не хотите под запись диалога предоставить информацию? Ну, вы же говорите, что WhatsApp защищен, и вот сюда я голосовое могу кинуть, а разговаривать по WhatsApp я не буду. Нет, подождите, вы можете в данный момент указать, по какой причине вы таким образом себя ведете? Я с вами веду диалог, корректно в данный момент выражаю. Я тоже корректно, я же не как в тетрадце матерю там или еще что-то. Я вас слышала. Хорошо, предоставьте сейчас, пожалуйста, голосовой отказ, чтобы я могла также правомерно отключиться и более так же не связываться с вами. Просто не связывайтесь и все. Что? Просто не связывайтесь и все, я сейчас сама дойду и все. Я не имею права, Екатерина Васильевна. Хорошо, в таком случае будете внести также уголовная ответственность за то, что предоставили сотруднику правоохранительных органов также голосовое согласие о проведении операции, также за то, что... Он у меня ее не спрашивал, кстати, он мне звонил, он мне такое не спрашивал. У него не было ко мне таких вопросов. У меня имеется запись в диалогах, где вы предоставили голосовое согласие о проведении операции. С МВД сотрудникам не было такой договоренности. Он просто со мной поговорил и все, он ничего не просил у меня. Я в данный момент имею запись вашего голосового согласия. Вы сейчас, пожалуйста, перестанете меня дезинформировать и ответьте на вопрос. Вам нужна помощь или же вы должны оставить голосовой отказ? Да, не, я сама справлюсь. Я сейчас добегу, даже без ребенка. Хорошо, предоставьте голосовый отказ и также занимайтесь самодеятельностью без мнений. У вас же сейчас есть голосовое наше, его и предоставите. Нет, вам не хочу за момент ответить. Я не буду. Не хочу, это... Хорошо, это вопрос на сотрудника провокации. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok